Друзья мои, всем привет! Приехал на авторынок Зеленого угла специально для вас снять видео очередное и, наверное, развеять мифы, да, то, что на авторынке Зеленого угла стоит один хлам, одно битье и так далее и тому подобное. Друзья мои, здесь есть хорошие автомобили, я даже больше вам скажу, здесь большая часть автомобилей они все хорошие, они бальные, да, то есть они со статистикой и так далее и тому подобное. Вообще, откуда берется такое мнение, то, что на авторынке Зеленый угол один хлам. Безусловно, хлам здесь есть. Здесь есть битье, здесь есть топляки, также здесь есть хорошая машина. Да потому что люди, ну, элементарный пример, да, последнее время очень много смс поступает, Сань, а вот что стоит то-то-то по низу рынка? Кстати, ребят, по цене все на дром. Так вот, люди приезжают и покупают автомобили по низу рынка. Ну, друзья мои, реально, поймите, то, что хороший автомобиль, дешевым он не бывает. Если вы приобрели автомобиль по низу рынка и он оказался реально хороший, достойный, ну, либо продавец просто продал автомобиль в минус, да, либо вам просто повезло, вот, что бывает крайне редко. Нормальный автомобиль, хороший автомобиль, по низу рынка стоить он не будет. Из чего вообще складывается цена, да, вот стоит два одинаковых автомобиля, казалось бы, в одной комплектации, от пробега. Вот берем элементарно автомобиль с пробегом, там, до 100 тысяч, да, там, пробег 60-70 тысяч, 80 тысяч, и точно такой же автомобиль с пробегом, уже, там, 130-150 тысяч. Естественно, автомобиль, который 130-150 тысяч, пробег, он будет стоить, он будет стоить дешевле, да, чем автомобиль с меньшим пробегом. То же самое и в Японии. То есть, автомобиль с пробегом меньше, он стоит дороже, автомобиль с пробегом больше, он стоит дешевле. Поэтому сейчас возьму несколько автомобилей, которые, которые реальны, со статистикой, с реальными пробегами, у которых аукционные листы пробиваются по статистике, я вам их покажу. Напоминаю, занимаюсь помощью при покупке автомобиля, автомобилей, японских автомобилей. Осмотр автомобиля у меня стоит 2000 рублей. Мой телефон указан под каждым видео в описании канала. Итак, первый автомобиль, который я вам хочу показать, ребят, это Honda Vezer. RU4. RU4 это гибрид. Гибрид и 4WD. Белый перламутровый цвет. Штатное литье. Автомобиль на летней резине. Фары у него идут. Такие вот линзы выделяются. Установлены туманки. Комплектация не максимальная, но тем не менее хорошая. Шильда гибрид. Размер колес у него 215,60 на 16. Стоимость автомобиля 1 миллион 375 тысяч рублей. Оценка 4 балла. Кузов у автомобиля целый. Пробег 130 тысяч. Бесключевой доступ задняя часть автомобиля. Когда приобретаете автомобиль 4WD, обязательно уделяйте внимание и подкапотному пространству, и состояние автомобиля снизу. Здесь достойное состояние. Еще хочу наверное так сказать. Ребят, вы приобретаете не новые автомобили. На этих автомобилях ездят. Они в салоне не стоят. Поэтому, если вы ожидаете увидеть состояние нового автомобиля, такого, к сожалению, не будет. Тазика здесь нет. Здесь есть вот такого плана ниша. Даже не знаю, что туда можно положить. Ну и багажник, знаете, он такого хорошего, хорошего объема. В принципе, очень хорошее, достойное состояние салона. Кстати, трансформация здесь вот таким образом происходит. У меня уже видео есть. Я недавно забирал Везеля. Я, наверное, более подробненько про него рассказал. Со стоимостью совсем. Вот там машина хорошая. Там 4,5 балла. Я думаю, завтра, завтра выйдет это видео. Что такое за засветка идет-то? То есть, 1 миллион 340 тысяч стоит данный, данный автомобиль. Сегодня минус 18 и ветер. Коробка передач. Здесь робот. Объем двигателя полтора литра. 2014 год. Так, по цене, по-моему, неправильно сказал. 1 миллион 375 тысяч рублей. Ну, полноценным кроссовером я, конечно же, назвать его не могу. 130 тысяч пробег. Мультируль, круиз-контроль, обогрев зоны дворников, электронный ручник, климат-контроль. Есть комплектация, где кожаные сидения. Есть, где кожаные вставки. Подогрев сидений тоже имеется здесь. Вот, чем хороши японцы, да, то, что один автомобиль, разные комплектации. Хочешь на роботе, хочешь на вариаторе. Ну, автоматов, автоматов уже нет. Хочешь гибрид, хочешь 4ВД, хочешь передний привод. Вот здесь вот мне, вот эта ниша не нравится. я уже, наверное, повторяюсь, потому что в следующем видео увидите, увидите то же самое. Вот, автомобиль стоит против солнца, поэтому такая засветка идет. Кнопка старт. Ладно, глушим, глушим автомобиль. Сейчас я вам сниму номер кузова автомобиля. Можете пробивать его по статистике. На паузу ставьте, кому нужно. 14 год, 4ВД, гибрид, 1 миллион, 375 тысяч рублей. Следующий автомобиль это Хонда Фит Шаттл. Не путайте, есть Хонда Шаттл, а есть Хонда Фит Шаттл. Тоже автомобиль бальный. 2014 года выпуска, полная комплектация, ну, максимальная 820 тысяч рублей. Аукционный лист 4 балла, пробег 146 тысяч. Номер кузова я тоже вам покажу. Также установлены туманки, хотел сказать, штатное литье. Литье не штатное, но автомобиль на литье. летняя резина 185-60 на 15. Повторители тоже Шильда гибрид. Автомобили также есть 4ВД, также есть негибридные версии. Снизу идет обвес, задняя часть автомобиля, но это такой универсал. Универсал! Батарейка севшая, у нас? Ну да. Ну, в принципе, в принципе, ребят, что у меня на канале, что по ютубу, можно посмотреть обзоры таких автомобилей. Трансформация здесь как в фите, сиденья задние поднимаются, спинки, спинки падают сюда. Да, действительно, здесь хорошая комплектация, кожаная ручка, руль, кожаные вставки, вот здесь даже подлокотник идет у нас кожаный. Завести автомобиль сейчас не заведем. Есть круиз-контроль, анти-юз, естественно, складывание зеркал. Удобно то, что вот здесь стоят подстаканники, что-то можно подогреть, да, зимой мультимедиа. Есть подогревы сидений, не так уж часто они встречаются на этих автомобилях. Автомобиль довольно востребован. Все село. Ну, реально, очень холодно на улице, очень-очень холодно. Так, а как мне вам номер кузова показать-то? сейчас покажу. Ну, собственно, сам двигатель. Гибрид это идет, не по обзятию. Машина на гибриде, как Prius, ездить у вас не будет. 820 тысяч, 14-й год. Так, почему я не открыл? О, вот так. Так вот, Honda Fit Shuttle 2014 года выпуска 700 тысяч стоить не может. Ставьте на паузу. это реально настоящий бальный автомобиль, который пробивается по статистике. Ну, давайте возьмем еще какой-нибудь один автомобиль. Ребят, хотел еще снять парочку автомобилей, которые реальные настоящие аукционные листы, но позвонил, прервался на звонок, позвонил подписчик, попросил проверить два автомобиля. И вот, понимаете, опять, с чем мы сталкиваемся? В начале видео говорил, что хорошее, дешевое, оно не бывает. Альфа, 14-й год, нормальная альфа, но она не будет стоить 950 тысяч. Не будет. И ты человеку говоришь, не бери эту машину, не бери. Мало того, что там проблема и по батарее, там пробег реально конский. И по кузову проблемы. И, блядь, у меня, я уже материться начинаю, у меня просто слов нет. Так вот, от этого потом берутся плохие отзывы, да, об авторынке зеленый угол. И не только там об авторынке, еще и о подборщиках. То есть, говоришь ему, в случае, если ты возьмешь данный автомобиль, тебе нужно сделать то-то, то-то, то-то. У меня бюджет ограниченный, я и так доеду. А ехать 7000 километров. И что, ну вот ты, дружище, извини меня, но, блин, я не могу уже. Вот, действительно. А вот ты сейчас поедешь по дороге, у тебя там, вот что, что, что было сказано мной, вот встанет у тебя машина. И потом, кто окажется виноватым? Ну, естественно, потом подборщики хреновые вот так вот проверяют автомобили. Тем более, ну, наглядно видно было, что с машиной происходит. Да, то есть, подошел, показал,